Всем привет, друзья! Мне тут напомнили один способ побега, о котором я, к сожалению, позабыл. И, похоже, для побега нам потребуется самый настоящий арбалет. По-моему, кроме арбалета нам ещё потребуется красный ключик, но давайте прежде всего мы отметимся на перекличке. А уже потом будем смотреть, как крафтится арбалет. И, кстати, вот он. Крафтится он из каких-то непонятных вещей, но я точно знаю, что вот эта синенькая фигня, это точно клей. А вот две остальные вещи, это ложа арбалета и плечо арбалета. В принципе, всё понятно. Для ложа нам потребуется два дерева и болтик, а для плеча что-то странненькое. Ну, точнее, верёвкой клей это понятно, а вот первый предмет я тоже вообще фиг знает, что это такое. Давайте посмотрим у продавцов, может они что-нибудь здесь интересненькое продают. И нет, ничего тут нету. Я уже хотел было сказать, что у них совсем ничего нету, но я бы ошибся, у них есть дерево за 70 бацов, ребята. А мне таких кусков дерева потребуется два. И зубная паста очень сильно похожа на клей. Хотя, подождите, зубная паста мне тоже потребуется, если я буду крафтить ключик. Работа, работа и ещё раз работа. Подождите, где она? Не играл на этой карте буквально парочку недель, а уже начинаю путаться здесь. Подсказки я, наверное, брать не буду, я и так, примерно, знаю, куда нам идти. Так что сразу приступим к обыскам камер заключённых. Слава богу, здесь камер видеонаблюдения нету и ничто и никто мне не мешает. Зажигалочка, тоже на всякий случай её заберём, может потребуется, кто его знает. Буквально третий столик и штыри, это же тот самый предмет, над названием которого я гадал буквально пару минут назад. Так, 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 а сейчас у нас тренировочка, я вообще ничего пропускать не хочу. Тут же сразу берём задание за 10 монеток. Ладно, деньги хоть какие-то нужны. Вообще, давайте возьмём как можно больше заданий, и одно я уже умудрился выполнить. 35 монеток, понемногу начинаем развиваться, и похоже, я сейчас выполню ещё одно задание. Да ладно, ребята, задание курьера, но капец какое лёгкое, и у нас уже 60 монеток. Хватит на какой-то крутой предмет, допустим, дерево. А сейчас начинается самое интересное. Я бы сказал уже все камеры заключённых, и вы только посмотрите на это. Как вы могли догадаться, это не совсем все предметы, которые нам потребуются для побега. Не хватает клея, ещё одного клея и болтов, то есть три предмета. Где же я их достану, спросите вы меня, а я, наверное, немножко... Да я не знаю где. Похоже, придётся ждать следующего дня, или, возможно, здесь что-то будет, и... нет. Но не унываем, здесь, вообще-то, ещё точно такой же столик, и, возможно, здесь тоже ни черта нету. Я уверен, по этой карте разбросано много таких столиков, и если мы поищем получше, то, возможно, изоляция. Почему? Похоже, кое-кто пропустил перекличку, и, ребята, я вот честно-честно не хотел. Хорошо, вместо того, чтобы искать нужные мне предметы, придётся почистить картошку. Ну, что ж поделать. Опа, вот это поворот. Я всё-таки нашёл один болтик, две доски, и теперь у нас есть мало интеллекта. Господи, я совсем про него забыл. Для крафта арбалета нам же потребуется максимум интеллекта, и, блин, все эти дни я должен был проводить в библиотеке, а в итоге просто прохлаждался. Но ничего страшного, сейчас мы это быстро исправим, времени всё равно ещё очень много, да, неограниченное количество. Я исправил свою ошибку, теперь у нас очень-очень много интеллекта, и давайте скрафтим первый предмет, и готово ложе арбалета. А теперь нам надо найти всего лишь два клея, и, блин, думаю, это займёт очень много времени. Меньше слов, больше дела, и, господи, пусто. Вторая попытка, и опять облом. Ну, а в третий раз, может быть, повезёт, и, господи, вы, в принципе, понимаете, как мне сильно везёт. Ой-ой-ой. Столик за столиком, а ничего, кроме рулона фольги, я не нашёл, и это на самом деле очень-очень обидно. Давайте хотя бы скрафтим себе сумку для контрабанды, я думаю, она пригодится. Но зато прямо сейчас я сделал слепо красного ключа, и, в принципе, это капец какой успех. Остаётся только дождаться, когда у меня спадёт подозреваемость, и залить в эту форму жидкий пластик. Два простых нажатия, и тадам, красный ключик готов. Итак, угадайте, сколько дней у меня ушло на поиски всех предметов. Правильно, 10, мать его, дней. Спустя всего лишь 10 дней я готов соединить тюбик клея, и штырь, и ещё что это, кусок бечёвки. Из всего этого у нас получается плечо для нашего арбалета. Теперь его надо соединить с ложа, которое мы скрафтили немножко позже, и грёбный клей, как же я долго тебя искал. Раз, два, три, всё, ребят, наш арбалет готов. Работа у нас заканчивается, дальше у нас физические упражнения. Ладно, их мы, надеюсь, пропустим. А вместо этого хватаем красный ключик, хватаем сумку для контрабанды, и бежим, сбегай с этой грёбной карты. Проходим в помещение, в которое мне, в принципе, не надо было бы заходить, потому что это помещение для офицеров, и поднимаемся на крышу. Как я понимаю, это ещё не последний этаж, нам надо ещё немножко выше, и вот как раз и опять лестница наверх. Только перед этим мне интересно посмотреть, что в этом столике, столике охранника. Так, мешок для мусора, кисточка, и чё-то вообще очень скудненько. Больше никуда залезть я не могу, и поднимаемся, по идее, почти на самый верхний этаж. Тоже здесь очень много всяких столиков, и всё, ребят, мы на самом верхнем четвёртом этаже. Отсюда открывается просто отличный вид на заборчик, из-за которого мы не могли отсюда сбежать. Но мы, в принципе, берём наш арбалет и сами смотрим, что сейчас произойдёт. Ага, это очень сильно похоже на навесную переправу. В первом заискеписе мы её юзаем, и немножко врезаемся в стену какого-то здания, и там была лошадь. Да, получается, мы не только сбежали с этой тюрьмы, но ещё и украли лошадь. Мне этот способ побега нравится намного больше, чем через грёбную шахту. С этой картой есть ещё один способ побега в мешках для мусора, и если честно, я вообще ни у кого не видел такого способа побега. Если вам, конечно же, будет интересно, то я когда-нибудь, думаю, затащу кого-нибудь к себе в летсплей, и мы вместе сбежим с этой карты в мешках для мусора. Звучит очень странно. Ну а на этом у меня всё, ребят, удачи вам, и до новых встреч на моём канале. Всем пока!